Для трудоспособного населения эта цифра составляет 13 931 рубль, для пенсионеров 10 992 рубля, для детей 12 398 рублей. Прожиточным минимум называют сумму, необходимую человеку для покупки вещей и продуктов. А сколько денег необходимо устюжанам, чтобы прожить с минимальным комфортом? Сложно сказать, но 1030 надо, как минимум. А почему именно эта сумма? Из чего складывается? А из всего коммунальные услуги, тоже будьте здоровы сколько, потом еда, все-таки нужно питаться, ну и мало ли ничего-нибудь, и на себя еще надо, чтобы оставалось потратить. 50 тысяч. У меня 20 хватает. Месяц, ну я не знаю, пенсия у меня 18 хватает мне. Ну, 1020. А вот на что у вас лично уходит больше всего расходы? А на питание, в основном. Да. Ну, еще на этот сам, коммуналка. Вот на это, в основном. 1019. Хотелось бы. А если прожиточный минимум 10 тысяч, то это недостаточно для человека. Сумма минимального прожиточного минимума является отправной точкой для формирования размера социальных выплат. Их размер также увеличился. Перерасчет провели в отношении суммы для семей с детьми. С 1 января 2022 года установлены новые размеры ежемесячной выплаты с рождением-усыновлением первого ребенка, а также ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка. Новый размер выплат составит 12 398 рублей. Те граждане, которые уже получают эти меры соцподдержки с 1 января 2022 года, выплаты начнут получать в новом размере. Также выполнен перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В полном объеме она составит 12 398 рублей.